Городской электротранспорт в небольших регионах окупает себя довольно редко и преимущественно является дотационным. Ивановская область не исключение. Только в прошлом году из городского бюджета на поддержание работы троллейбусного депо было выделено около 200 миллионов рублей. А стоимость проезда при этом не корректировалась последние 4 года. Чиновники надеялись, что низкая цена может привлечь пассажиров. Видимо, надежды не оправдались. С 1 октября стоимость проезда подорожала до 10 рублей. Здесь был определенный симбиоз между социальной направленностью транспорта и экономической его составляющей. А сейчас это симбиозы? Нет, сейчас это симбиозы, разумеется, есть, но все равно в данный момент уже тариф 8 рублей, он и морально устарел, и экономически он совершенно уже не обоснован. Чиновники считают, что такая мера позволит частично компенсировать выпадающие доходы, но пользуются троллейбусами преимущественно владельцы социальных карт. Поэтому увеличится ли рентабельность от такой меры – вопрос спорный. К тому же доходы растут не от стоимости услуги, а от количества потребителей. Пассажиров надо чем-то завлекать. В Комитете по транспорту уверяют – работа в этом направлении ведется активная. Многие программы включают троллейбусы, начиная от популяционных программ, такие как исторический троллейбус и поднятие имиджа троллейбуса, заканчивая Wi-Fi, который работает в троллейбусах, который служит для привлечения молодого населения, студентов и интернет-активных пользователей. Само по себе повышение тарифа мало на что повлияет. Цена на проезд в ивановских троллейбусах по-прежнему остается одной из самых низких в ЦФО. Привлекать и развлекать пассажиров и тем самым развивать индустрию можно и нужно. Но для начала необходимо серьезно поработать как минимум над оптимальностью маршрутов и регулярностью движения транспорта. К тому же парк необходимо обновлять. Как троллейбус не раскрашивай, срок службы ему это не добавляет. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.